7 причин, почему на вас не женится мужчина. Вопрос, который беспокоит миллионы женщин, которые находятся в отношениях, либо наоборот находятся вне отношений. Ведь ситуации бывают разными. Вы можете быть в отношениях, но на вас не женятся, а можете не быть в отношениях, и поэтому на вас не женятся. Все очень логично и просто. Обязательно смотрите это видео до конца, потому что последний пункт, который я буду озвучивать и раскрывать, он действительно является фундаментальным для женщины, и начинать как раз таки с него и необходимо. Потому что если его не присутствует в вашей жизни, это все точка и большая жирная печать на вашем счастье. Итак, первая причина, по которой мужчина не хочет жениться на вас, это ваше фанатичное желание выйти замуж. Фанатичное аж до трясучки, когда все мысли направлены исключительно только лишь на поиск мужчины и на то, чтобы на нем жениться. Причем такие же женщины, они как злые собаки пугают мужчин. Я сейчас не шучу. Они приходят на свидание, и складывается ощущение, что она пытается проскочить все этапы взаимодействия с ним, только бы услышать очень важный для себя ответ, что я пришел сюда для того, чтобы познакомиться с тобой поближе и жениться на тебе. Я только за серьезные отношения, секс у нас будет только после свадьбы, я готов переписать на тебя половину имущества, брачный контракт подготовлен, все готово, выходи за меня замуж. Если у вас есть такие подружки, которые только об этом и говорят, как выйти замуж, где найти мужика, да-да-да-да-да-да-да-да, вы уже просто устали от них, поставьте лайк этому видео. И действительно, многие женщины, они до такой степени превратили данную, казалось бы, приятную тему, да, сказать, ты знаешь, вот мужчина и женщина, превратили эту тему уже в токсичную информацию для своего окружения, и у многих из вас может быть отрыжка на эту тему, самая настоящая. Вот у меня когда-то в моем окружении была такая знакомая женщина, она постоянно, постоянно, вот с каким бы мужиком она ни познакомилась, первый вопрос, который она мне задавала, как ты думаешь, у нас с ним что-нибудь получится? Ты его видишь один раз в жизни. Ты знать не знаешь, кто он. Как я могу знать, что там у тебя получится с ним? Да как ты можешь вообще даже думать об этом? И безусловно, вот эти женщины, истерички, по-другому их не назовешь, они как охотницы самые настоящие, они выходят на улицы, они ходят по общественным местам. И к большому сожалению, женщины забывают о том, что мы мужчины, это же не только приматы, которые едим и трахаться любим, мы еще и думаем, представляете, между тем, как едим и трахаемся, и думаем очень много, и чувствуем очень много. Поэтому, когда вы пытаетесь нас одурачить, или мы чувствуем, что женщина пытается прям вот ухватить тебя и лишить всего на свете, чтобы только стать твоей женой, и свободу отобрать у тебя, и деньги, и друзей твоих, и рыбалку, и охоту, и увлечение, ну ее нахрен сразу хочется бежать от нее как можно дальше. Вторая причина, почему мужчина на вас не женится. Вы вот так уже выполняете функции жены, то есть вы и так уже являетесь женой, но при этом еще не официальная жена. Это в первую очередь относится к женщинам, которые в сожительстве с мужчиной, и к женщинам, которые в затянутых отношениях, в таких свободных. Вроде бы не живете вместе, но вы приходите, можете приготовить ему еду, рубашку простернуть, либо женщина, которая живет с мужчиной. Вот просто проанализируйте, чем она отличается от жены. Верность мужику своему хранит, ну, вроде как, да, надеемся, хранит. Котлеты ему жарят, жарят. Трусишки ему там складывают, в шкафчик складывают. Говорит ему, спокойной ночи, доброе утро, я по тебе скучал, а ты во сколько будешь дома? Говорит. Он признает его как мужчину, уважает его как мужчину, да. В чем разница для него, если он станет вашим мужем? Он что-то другое получит. Вы будете как-то, он еще там, может быть, чеки выписывать ему банковские, или он вам будет выписывать. Ничего же не поменяется. То есть вы уже, выполняя функции жены, хотите стать официальной женой. А он и не понимает, зачем на вас жениться, если он и так имеет все то же самое, что вы ему хотите предложить и там, после свадьбы. И вот такой замкнутый круг. Поэтому булочки расслабляем и задаем конкретный вопрос своему мужчине. Если вы хотите замуж, дорогой, когда ты станешь моим мужем? Потому что я хочу быть в статусе официальной жены и продолжать делать то, что я делаю, только еще лучше. Вкуснее готовить, ярче заниматься сексом, сильнее тебя уважать. Вот мне очень для этого нужно быть женой. Если мужик начинает вас за нос водить, вы должны понимать, что эта ситуация выгодна для него. И он никаким образом не хочет прислушиваться к вам и с уважением относиться к вашим потребностям. То есть здесь вывод очень простой. Если мужчина вас водит за нос, вполне логично перейти к третьей причине, почему на вас не женится. Вы просто удобны для него. Вы такое временное пристанище. И мужчине нужно отсидеться. Он не осознает пространство без вашего присутствия в своей жизни. Что вы есть, что вас нет, в принципе, ему ни холодно, ни жарко. Вот когда к вам приходят и говорят, отдай что-то очень важное или ценное, либо что ты можешь отдать в качестве жертвы, например, за это, за это и за это. Погоди, непонятно. Это вот непонятно. А зачем мужик с ней? В смысле зачем? Ну зачем? Ну ты был в сожительстве? Да. Ну что ты, для чего ты там был? Ну я жениться на ней собирался. Я почему не женился? Ну так получилось. Ну вот так получилось. Ну потому что ты видишь порядочный, хотел жениться, но так получилось. А какое количество мужчин живет с женщинами и не хотят жениться, а просто им удобно? Ну а вообще кайф, ты понимаешь? Тебе не нужно никакой ответственности брать на себя. Секс есть, еда есть, рубашки есть, трусы есть. Она тебе еще сопли подотрет, когда у тебя плохое настроение. Скажет, Гриша, мы же вместе, мы практически семья. Она и подружкам рассказывает, это мой гражданский муж. У него же давление подскакивает, когда он это слышит. Она говорит, правда, Гриша? Он говорит, да, да, конечно. А сам просит, вот дура. Так не бывает. Вот когда мужчина выбирает себе женщину, если она задает ему вопрос, ты будешь моим мужем вообще, уже в сожительстве? Это конец для женщины. Такие вопросы обсуждаются до различных видов сожительства. Хотя есть эти известные психологи, не буду фамилии называть, которые говорят, надо пожить сначала, чтобы понять, подходить его друг к другу. Так а как не пожить? Вот я как мужчина, допустим, как это, не пожив с девушкой, жениться с нами. А ты, что, без сожительства не смог бы узнать, что она такая, какая она оказалась? Ну, как будто бы нет. Хочется понять. Ну, как? Хочется понять. Хорошо. Ну, ладно, для тебя нормально. Вот ты понял, что она не твой вариант. Развернулся и ушел. У нее появляется другой мужик. Говорит, давай поживем вместе, попробуем понять, мой ты вариант или нет, а я твой или нет. Вот она от одного мужика к другому, к десятому, к двадцатому. А вы еще в маленьком городе живете, они говорят, мы все ее уже по очереди, 17 человек, она никому не подошла, попробуй ты. Ну, что за детский сад такой? Женщина же не пробник с духами. Понюхал, послушал, подходит, не подходит. Это же живой человек, между прочим, со своими ценностями. Такие вот любые вещи. Ну, понятно, вы же не в монастыре, у вас есть секс. Секс вскрывает вообще всю подноготную мужчина и женщина, рано или поздно. Это до сексуальной близости мы все ходим, влюбленные лицемеры. Ой, ты такая классная, ты такой крутой. Два-три раза в постель легли, уже начинается претензии, вопросы. Это не так то, не так посмотрел, не так сказал, а сам сделай. Тебе что, служанка? Понимаешь? А я тебе что, обязан обеспечивать? Давай все по уровну. Так это вам нужно обсудить все. Это как бизнес-проект. Ты же не начинаешь в бизнесе заниматься строительством дома, если вы изначально не проговорили все условия. Как прибыль делится, как распределяются затраты и так далее, технические какие-то моменты. Ну, то есть мне как надо с мужчиной сесть там, допустим, мы с ним что-то встречаемся, да? И он говорит, давай жить вместе. Я такая, так, погоди. Нет, ну, почему же, для чего жить вместе? Какая цель проживания? Присмотреться друг к другу? Ну, меня вот, допустим, зовет к себе жить, а я-то и не против, в принципе. Кайфово с ним. Нет, подожди, если у тебя нет желания выйти за него замуж, и ты готова быть в неопределенных отношениях. То есть он у меня временное пристанище получил. Да, то есть делай, что хочешь. Мы сейчас говорим... Нет, а если он мне прямо нравится, я хочу за него замуж выйти. Как мне в этой ситуации быть? В этой ситуации нужно все проговорить с мужчиной. То есть объяснить ему свою позицию, что да, у меня есть чувства, я тебя люблю, я хочу быть с тобой, но жить я с тобой не буду. Просто так. Вот что значит жить? Мы либо семья, либо мы не семья. А заниматься сдачей себя в аренду не очень хорошее дело для женщины. А периодически приезжать на день, на два тоже? Это вообще кайф для мужика. Что, приехал на пару дней, сделали все дела, уехал, засел себе в Соньку, бутылку пива открыл. Там по сети рубишься, сидишь. Руки устали опять. Галя, приезжай. Член стоит, башка не варит, заскучился. Галя приехал, там втер я опять. Тут у меня бизнес, тут у меня дела, тут с мужиками бутим, скоро проект должен стрельнуть. А пока давай раздевайся. Понимаешь, она опять уехала, он опять по кругу. Это вообще кайф для мужчины. Отношения – это развитие постоянное. Отношения не могут… Знаешь, люди часто пишут мне, Марк, мы в отношениях 8 лет, все не женят. У вас уже давно отношений нет. Вот ты посмотри, есть семечко, ты посадил его в землю. Оно может там находиться, не прорастая, например, или не сгнивая бесконечно долго. Оно либо сгниет там и умрет, все, ничего нет. Ты вскрываешь, там просто пустота. Либо пошел росток. Так же и в отношениях. Влюбились люди, семечко посадили. Они либо сгнивают там, а люди вот это сгнившее состояние считают отношениями. Либо начинается рост. Но рост какой начинается? Вырастает ствол, там появляются веточки, почечки, появляются какие-то плоды. Где плоды в отношениях? Ты занимаешься бизнесом, ты будешь им заниматься, если вам прибыли не приносит. Нет. Ты будешь выращивать капусту, если капуста не растет. Нет. Ты будешь на работу ходить, если зарплату не платить? Нет. У нас во Вселенной везде есть действия определенные. Это постоянное движение и развитие. Сама Вселенная показывает, что она находится в постоянной модернизации, в постоянном развитии. Отношения то же самое. Встретились, познакомились, влюбились, начинаются отношения. Пошло, пошло, пошло. Первый этап, второй, третий. Дети появились, на следующий уровень вышли. И так дальше, так дальше. А когда вы на месте топчете, это не отношения. Это удобная отговорка сказать, нас все устраивает. Как правило, это говорят женщины, которые не верят в то, что на них можно жениться. Равно как и женщины, которые кричат, я за свободные отношения. Если муж потрахается с кем-то, ничего страшного. А просто ей страшно признаться себе в том, что она одна из тех женщин, которым никогда никто не будет хранить верность. И сам факт признания данной ситуации ее начинает сводить с ума. Вот и все. Четвертая причина. Это неправильный выбор мужчины. То есть вы выбираете мужчину, который в принципе не пригоден. То же самое, что вы идете в магазин с 35 размером обуви ноги, покупаете себе 38. Сваливается, болтается, теряется. Либо 31 берете, жмет, натирает ноги. Так же и здесь. Женщины очень часто обобщенно формулируют запрос на мужчину. Хочу себе надежного. Слово надежный можно подставить под любую деструктивную форму мужика. Надежный алкоголик, надежный импотент, надежный маменькин сынок, надежный абьюзер. Возможно такое? Возможно. И я часто девушкам говорю о том, что если вы ищете мужчину, его нужно искать в соответствии со своими ценностями. Если для вас важен, например, духовно зрелый мужчина, то ознакомиться с ним возле барной стойки в каком-то ночном кабаке в надежде, что он там пьет освещенную водяру или вискарь. Абсолютно бесполезная история. Идите в церковь, идите на различные тусовки, где общаются верующие люди. Если вы хотите мужчину, который будет чувствовать себя с вами на одной волне, потому что вы любите путешествия, ну, значит, ищите мужчину в путешествиях, либо ищите его в каких-то клубах по интересам и так далее. То есть, женщине важно найти мужчину в соответствии со своим запросом и со своими ценностями. И при этом вы должны понимать мужскую природу, что мужчина, он допускает мысль создания семьи, но никогда не знакомится с женщиной для создания семьи. Поэтому, если вы найдете себе путешественника, он первым делом захочет с вами переспать, поверьте. Равно как и с батюшкой, с которым вы познакомитесь. Если вам понравитесь, он тоже захочет с вами залечь в постель. И с депутатом, и с другим мужчиной. Это естественное для нас состояние. Но, когда уже сам процесс отношений начинает запускаться, сам механизм, и вы понимаете, что мужчина как бы и жениться не планировал, и детей не планировал, эти все вопросы, они обсуждаются заранее. Заранее, это когда у вас была возможность с мужчиной пообщаться не в пьяном угаре, на тусовках, на пьянках, а в трезвом уме при обсуждении жизненно важных для вас вопросов. Здесь тоже есть, конечно, нюансы определенные, потому что не будете мужчине на первом свидании говорить, что вы пришли к нему на свидание, чтобы замуж выйти. Он сбежит от вас. Если бы мне так жена моя сказала, что она замуж за меня, хочет на первом свидании выйти, ну, может быть, я не сбежал, но напрягся бы точно. Да. Вот как определить нужный тип мужчины, как вообще понять, какой мужчина нужен, как, ну, даже не сказать, привлечь в свою жизнь, как встретить мужчину достойного и зрелого, с которым можно построить счастливые отношения и союз, «Зрелый союз». Я об этом очень подробно рассказываю на своем бесплатном вебинаре, на программе «Я такая одна, удобная или уникальная». Это международный, бесплатный онлайн-курс. Из любой точки мира вы можете присоединиться к нему. Ссылка находится в описании, под этим видео, поэтому сразу после просмотра ролика переходите по ней и регистрируйтесь. Есть. Пятая причина, почему на вас не женятся. Вы являетесь женщиной женатого мужчины, то есть вы любовница женатого мужика. По статистике, всего 2% мужчин уходят из семьи для того, чтобы создать семью с любовницей. Из них большая часть браков разваливается. Я говорю про браки, которые были созданы с любовницами. Почему? Потому что основа отношений любовника и любовницы это невротизм, невротические отношения. Никто не спорит с тем, что отношения женатого мужчины могут действительно привести к созданию счастливой семьи. Это очень редко, но это бывает. Но, как правило, такие отношения не затягиваются на годы. Вот вы можете быть любовницей, например, уже 10 лет и ждать, когда же он уйдет из семьи и на вас женится. Шансов практически нет. У меня, кстати, на канале скоро выйдет видео 7 признаков невротических отношений, поэтому подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить данное видео. Так вот, женщина, которая спит с женатым мужчиной годами, там 8-10 лет, у нее шансов практически нет на то, что он уйдет из семьи. А если год? Может быть. А два? Бывают такие моменты, когда, например, мужчина встречается, находит себе любовницу, они начинают отношения. Эти отношения заходят слишком далеко. Он действительно обнаруживает себя рядом с этой женщиной в большем комфорте. Но она им дарит состояние. Да, она дает им определенное состояние. Ему кайфово, классно, он наслаждается, у них там секс может быть крутой. И не только секс, разговоры и ценности совпали. И он понимает, что он, ну, как бы, не может на два фронта быть. Но для этого нужно какое-то время. При этом, как правило, такие мужчины начинают избегать сексуальной близости со своими женами, не ложатся с ними в постель. У меня очень много таких было клиентов, мужчин, которые, например, будучи семьянинами, достаточно хорошими, каким-то образом знакомились с женщинами, там, на работе, например, либо где-то в общей тусовке в компании увиделись несколько раз, там, случайно нарвались друг на друга, потом в соцсетях списались, переписались. А там уже дети, например, у него представляешь, что он к детям, детей любит, как бы, семья, и мыслей такой не было. Тут внезапно озарение такое произошло. И да, такие мужчины ходили в терапию, работали над собой, работали и над тем, чтобы сохранить семью, никуда не уходить, как бы, расстаться с любовницей, наоборот. Понимая, что ничего не получалось, наоборот, уходили от своих жен. То есть там причин много и поведение разное у мужчин абсолютно. Но, как правило, такое развитие событий тоже имеет определенные движения вперед. То есть мужчина решает материальные вопросы со своей женой, вопросы, связанные с недвижимостью, с детьми и остается с любовницей. Если же это все тянется годами и мужчина просто рассказывает женщине, потерпи еще немножко, сейчас моя Галя пойдет в школу, сейчас она ее закончит, а сейчас вот Гришенко закончит институт, а сейчас вот это, а сейчас вот это. И она еще, понимаешь, наблюдая со стороны, видит, что мужчина там покупает своей жене машины, картье, блядь, возит ее за границу. Они везде на фотографиях обнимаются, они отмечают годовщину. Это овца, блин, глупая сидит и думает, что сейчас вот он на ней женится. Есть категория любовников, они абсолютно честны друг перед другом. Но это западня для женщины, потому что, когда мужчина и женщина договариваются, что у них просто секс для здоровья, для мужчины такой формат абсолютно нормальный. Он действительно готов без пробуждения чувств к женщине, питая к ней глубокое уважение как к личности, заботиться о ней, помогать ей даже материально, возбуждаться от нее, заниматься с ней ярким сексом, но при этом продолжать любить свою жену. Это вообще абсолютно нормальная история для мужика. А вот для женщины, которая говорит, я готова с тобой просто спать, это самообман. Рано или поздно она начинает формировать в себе и чувствовать вот эту систему принадлежности. Он мой, он продолжитель рода, у нее начинает просыпаться к нему чувства, она начинает почувствовать в себе вот это ощущение собственничества, ревность, истерики и так дальше, и так дальше. Я не знаю, это знаешь, нужно быть женщиной-суперагентом 007, чтобы спать с мужчиной, например, на протяжении года и не пробудить к нему никаких ощущений, чтобы не привязаться к нему и потом не кричать, что ты мне нужен. Шестая причина, почему на вас не хотят жениться, это ваша внешность неухоженная. Многие женщины забывают о том, что мужчина действительно впечатляется тем, как женщина выглядит. И здесь речь не идет о том, что у вас должен быть постоянно яркий макияж, и вы должны ходить на шпильке в 12 сантиметров и быть вся из себя. Я недавно был на одном съемочном мероприятии, на съемках на телевидении. Я вот честно скажу, иногда встречаешь девушек, которые... Там же вокруг столько мужиков, причем столько холостых мужчин, а ты с ними взаимодействуешь. Вы посмотришь, грязные какие-то неухоженные руки, все облезшее, какая-то выметая вся, волосы грязные, слипшиеся, глаз один такой, другой такой. Не потому, что у тебя природа перекосила его, а потому, что ты так следишь за собой. Я вообще по херам, блин. Как ты выглядишь? Что с тобой? И мужчины думают, и мужик должен подойти и сказать, я бы хотел заглянуть в глубину вашей красивой души. Да, не хочет он заглядывать в глубину души красивой. У меня была такая знакомая, весила килограмм, 160, наверное, и постоянно говорила, что у нее не везет с мужчинами. И я знаю, есть категория мужчин, которым нравится женщины 100+. У меня даже такой знакомый есть. Он был женат много лет на очень худенькой женщине и развелся с ней. Познакомился с девушкой, полненькой. Там, не знаю, сколько килограмм, сто-то килограмм, 120, наверное, весила. Ну, она уже не полненькая, такая прям. Танчик на гусеницах, блин. Он в восторге от нее. Я не осуждаю этих женщин. По разным причинам женщина может столько весить. Но ему нравится. Он говорит, я вообще кайф. Он еще сам такой худенький. Я возьму ее за эти ягодицы. Говорит, так меня потом штормит неделю после этого. Он кайфует. Но тут на вкус и цвет товарищей нет. Значит, А ей не повезло. Она вот встречала постоянно мужчину. И они вроде бы как бы да, привет. А сами ей больше не перезваниваются. И она там вроде бы инициативу проявляет. Я часто ей говорил о том, что большая часть мужчин 95% смотрят на изящность женскую, сексуальность, чтобы как-то это выглядело прилично. Почему вы за собой не следите? Правда. Я же часто от женщин слышу. Я как видео выложил, там, где я пел в караоке, значит, начали мне писать. Там еще такой ракурс взяли. Я посмотрел сам, прям, правда, я такой бегемот, знаешь, такой. Как-то так снизу и сбоку получилось. Такой орех у меня, блин, жопа такая, такие эти, жпузень. Вот. Я не говорю, что я намного меньше, чем на видео. Чуть-чуть меньше, конечно, чем на видео. Вот. Ну, явно не такой, как там. И мне там начали писать, значит, фу, разжирел, посмотри на себя раньше. Ты когда только запустил YouTube-канал, ты был такой худенький. Я думаю, дай пролисту, помотай, а где посмотрел. Не, ну, правда, у меня сейчас морда, мама дорогая, даже больше, блин, в раза четыре, наверное. Я нашел одно видео, значит, смотрю на себя, думаю, господи, ребенок, вот просто детеныш, понимаешь, сидит, щеки в палые. Сейчас тебе покажу. Ну, это просто, это даже не Photoshop, это я. Я когда смотрел на это видео, думал, пипец, это до чего меня жизнь довела, в хорошем смысле, мне кажется. Я же на тех видео прошлых, просто, ну, посмотри на это. Ну, ну, что это, человека не кормят, не поят, не любит никто. Это еще до моей свадьбы было. Сразу видно, женился, раздобрел хорошо все. Вот. Так вот, понятно, что и женщины смотрят на мужчин тоже, чтобы они были ухожены, и все остальное. Но это катастрофа, особенно, катастрофа больших городов, таких, как Москва, например, где люди постоянно торопятся. Вот если взять маленькие города, небольшие, региончики, там женщины в магазин ходят так, как в Москве на вечеринке. Ну, правда. Кстати, вот это от региона зависит, кстати. Вот Краснодар, Ростов, Сочи, например, да, там просто, все просто, как этот, на подбор. А куда-нибудь Самара, Саратов, ну, там вообще серые мыши, как бы ходят. Ну, это от региона зависит. Ну, Ну, потому что я знаю, что в регионах все-таки девчонки, они, там другой ритм жизни, там все друг друга знают, там дефицит, возможно, общения друг с другом, хочется понравиться, яркое впечатление произвести. И чтобы тебя издалека заметили, ты должна быть ярче всех. Потому что я, допустим, вот из Приднестровья, я там вырос всю свою жизнь, до 26 лет там жил. Вот. И получается, я же помню все это. Ты идешь по центру города, и идут люди, ну, женщины имеют, и ты не можешь понять, куда они, с какого праздника они. А они не на праздник, они в магазин, на рынок, понимаешь, там еще куда-то. Одеваются и прифуфыриваются так, что просто, ну, не как в последний раз, но очень ярко, заметно. А все-таки в больших городах, с этим проблемы. Да и делать, мне кажется, и не в городе само, все зависит от женщины. Насколько она в кайфе с собой. Ведь желание женщины себя украшать, и желание женщины быть с собой, вот в таком соприкосновении, женственности, красоты, изящества, во многом отражает ее внутреннее состояние. У меня, кстати, на канале есть видео «10 признаков красивой женщины», поэтому вы можете посмотреть его, для того, чтобы понимать, как придать своей внешности изюминку, и как стать привлекательной для мужчин. Ну, и седьмая причина, почему на вас не хотят жениться, и вообще мужчины не реагируют на вас, как на личность, как на сексуальный объект могут отреагировать, как на личность нет. Это отсутствие энергии у женщины. И, к большому сожалению, миллионы женщин живут без жизненного ресурса. Он настолько истощен, и его настолько жизненно мало, что вы в общении с окружающим вас пространством даже не подозреваете, что можете нести определенную токсичность. Когда женщина без энергии жизненной приходит на свидание, взаимодействует с мужчиной, она даже не осознает того, что в этот момент передает мужчине вот это ощущение своей внутренней пустоты. Мужчина от такой женщины бежит. Он сам не может понять, почему меня к ней не тянет, почему мне не хочется с ней взаимодействовать. Потому что она приходит в жизнь мужчины абсолютно опустошенной. У нее нет поступления энергии. Есть куда расходовать, а откуда брать энергию нет. Возможно, это связано с незащищенными границами. Возможно, это связано с эгосостоянием. Эгосостоянием ее. Возможно, связано с какими-то травмами детскими. Возможно, с ее ролевыми установками. Причин вообще может быть масса. У меня, например, на программе «Удобно или уникально» я этот вопрос очень подробно разбираю. Женский энергоресурс. Почему женщина без энергии вообще не может быть счастливой? Она может быть трудовой лошадью такой, пахать, вкалывать, угождать всем вокруг. Но счастливой точно не может быть. Поэтому, если вы хотите эту тему для себя более подробно раскрыть, у меня под этим видео есть ссылочка. Переходите по ней и регистрируйтесь на мою бесплатную международную программу. Никуда не нужно ходить. Достаточно, чтобы у вас был интернет и из любой точки мира можете принимать участие. Поэтому, подводя итог под причинами, по которым на вас не хотят жениться, мы можем сделать один простой вывод. Что объединяет все эти семь причин? Их, как правило, объединяет нелюбовь женщины к себе, нездоровая, незрелая самооценка и нежелание женщины поменять что-то в своей жизни. К большому сожалению, многие из вас хотят, чтобы все само собой поменялось. Вот я была несчастливой и стану счастливой. У меня был муж-алкаш, а сейчас должен появиться значит уверенный в себе мужик, не пьющий спортсмен, чтобы меня на руках на седьмой этаж заносил. Схренали, блин. Двести раз говорил. Если у вас был опыт невротических отношений, то рассчитывать на то, что вы войдете в счастливые отношения случайно, вообще не нужно. Выкиньте эту мысль из головы. Вы как бы тут уже молитесь за то, чтобы вы влетели в отношения невротические, но не столь опасные для вашей психики и для вашей жизни. И, кстати, вот у меня будет видео про семь признаков невротических отношений. Обязательно его посмотрите, потому что если вы в них находитесь, сушите весла.